Сегодня будет очень короткое видео. Я съездила на День Миноги в Царникабу, но приехала я достаточно поздно, Минога закончилась, как мне сказали, уже где-то около полудня, поэтому я её не попробовала. Это, конечно, печально, но зато я прогулялась по ярмарке и вообще посмотрела вот этот вот праздник. Кстати, продавалась Минога всего в трёх палатках, и, по-моему, была ещё четвёртая, где была, в принципе, всякая разная рыба в очень ограниченном количестве, и эта палатка уже была закрыта к тому моменту, как я пришла. Ну, допустим, даже четыре места хорошо. Минога была в четырёх местах. И, исходя из этого, я могу сделать вывод, что, скорее всего, День Миноги, так сказать, это просто повод, чтобы устроить очередной праздник, очередную ярмарку, очередное веселье. Я не вижу, я там ничего плохого. Просто грустно, что я не попробовала. Ярмарка, как всегда, прекрасна. Я вообще, когда приезжаю на такие мероприятия, я стараюсь брать очень ограниченное количество денег, потому что иначе я обязательно что-нибудь куплю, и я не пройду мимо. Мне всегда что-нибудь интересно, хочется попробовать, и хочется прикупить домой. В этот раз я традиционно, как много лет подряд, пока я ещё жила в Латвии, и теперь я вернулась, поэтому можно возобновлять традицию, летом на ярмарке какой-нибудь покупаю серебряные украшения. Вообще, я не очень люблю золото, вернее, я его совсем не люблю. Я ношу кольцо и очень редко надеваю ещё какие-то украшения, причём они выглядят золотыми, но на самом деле они серебряные, просто специально так сделаны под золото, чтобы у меня был хотя бы один комплект такой. А так я предпочитаю серебро, у меня вообще все практически украшения-то серебряные, поэтому пройти мимо палатки Судрабанамс я просто не смогла, и к тому же я люблю всякие разные такие украшения, скажем, со средневековым мотивом, у меня их достаточно много, и поэтому, когда я увидела серебряный меч, я просто не смогла пройти мимо. Моё любимое пока что это серебряный ножик, у меня есть ещё кинжал и ещё один меч, но этот уже побольше, и прям мне он очень запал в душу, поэтому я просто не прошла мимо, естественно, его купила. А ещё я не смогла пройти мимо свекольного хлеба. Вообще, я сейчас стараюсь убрать глютен, или хотя бы его очень сильно снизить и уменьшить количество сахара, но на ярмарках это сложно сделать. Особенно, когда увидела вот такой дымящийся коктейль. Вообще, это всё делается при помощи сухого льда, поэтому такой эффект происходит. Ну и сам коктейль был очень вкусный. Вообще, это бабльти, но этот был очень вкусный. И здесь я попробовала картошку. Она намного вкуснее, чем была в Германии, на всех ярмарках, где я её пробовала, и здесь намного больше вкусов. В Германии как-то очень всё было ограничено, была солёная картошка, солёная и острая картошка, и солёная картошка, по-моему, тоже с добавлением какой-то паприки, но не острой. Здесь же была и острая, и с паприкой, и с укропом, и со вкусом лука сметаны, и с сыром, и просто с солью. В общем, вариантов было масса. Вообще, чем больше я пробую здесь какой-то еды, тем больше я понимаю, что она здесь намного вкуснее, чем в Германии. Мне кажется, я могу так про всю еду говорить. Вообще, веселье было в нескольких частях города, но я была только в одной части, около рынка, и уже когда я возвращалась к машине, то увидела скопление людей совсем с другой стороны, там тоже что-то происходило, возможно, там было больше всего интересного, возможно, там было больше миноги, но в этот раз я туда уже не пошла. Думаю, что в следующем году я туда обязательно схожу, попробую начать с места, где я еще не была. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И, насколько я помню, вот этот день миноги проводится уже, кажется, восьмой раз, поэтому я предполагаю, что в следующем году он тоже будет. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, а на какие фестивали, ярмарки или праздники вы чаще всего в Латвии ходите?